Здравствуйте, приветствую всех на канале Олго-синотерапии Кёрсона. И сейчас я хочу перевести для вас ролик под названием «Полиция охотится за матерью, которая убежала для того, чтобы спасти своего сына от лечения химиотерапией». Меня зовут Наталья Энн Джордан, и я служу здоровью. Я хочу рассказать об истории, которые сейчас происходят. Мать сбежала из Небраски, забрав своего сына с лечения химиотерапии, потому что она не хотела больше, чтобы сын ее принимал, потому что она видела, как это влияет на ее четырехлетнего сына, чтобы найти лучшие пути лечения. И сейчас ее преследует полиция как преступника. И да, в Америке есть такой закон. Если вы снимаете своего ребенка с лечения медицинского, конвенционального, и это забираете, то это получается медицинское похищение ребенка. И я поэтому постоянно говорю, что лучше рак предотвратить. Прежде чем вы даже хотите зачать ребенка, вы должны кушать растительную пищу, наполненную всеми прекрасными витаминами, минералами и ферментами, в которых находятся фолиенты. И для того, чтобы не было этой эпидемии детского рака, который не существовал в овала раньше. Вот ее портрет. И, значит, новости говорят о том, что она, значит, его похитила, забрала. И это уже не первый раз случается. И раньше это случалось, когда родители бегут, и часто за границу для того, чтобы найти натуральное лечение для своего ребенка. Ну вот, доктор Берзинский говорит о том, что рак – это серьезный бизнес. И, конечно, в лечении рака конвенциональным ничего нет более вредного пути, как химиотерапия, радиация. И в новостях говорится, что ребенок пропустил 7 или 8 встреч с врачом, который бы влил в него химию, и он может умереть за полгода. И вот так они измеряют врачи свой успех, вот когда они обжигают, когда они травят химиотерапией, насколько эта опухоль может уменьшиться, и они тогда говорят, что они держали победу. Но это глупо, потому что они не лечат причину рака и измеряют просто, выживет ли человек 5 лет после лечения и не умрет от этого. Но мы знаем, что вот эти вот факты о химиотерапии. Химиотерапия убивает здоровые клетки наряду с раковыми клетками, это знают все. Химиотерапия убивает в основном те раковые клетки, которые очень быстро размножаются. То есть вот самые быстрорастущие, но не трогают те, которые как бы этого не делают, но при этом такие же опасные. Дальше стволовые клетки рака не могут быть убиты химией вообще. И химиотерапия повреждает иммунную систему. Таким образом, выключая ее и разоружая для того, чтобы она начала убивать раковые клетки в организме сама. То есть почему же тогда вы хотите в кавычках лечить рак терапией, которая, собственно говоря, и служит причиной распространения самого рака? Каждый орган в теле повреждается химиотерапией. И если родитель видит, как это плохо влияет на ребенка, и для того, чтобы он выжил, она с ним бежит, ее ищут как преступницу. А она хочет всего лишь найти другой путь, нетоксичный путь излечения своего маленького ребенка. И это все показывает необычайное незнание вообще. того, как лечить даже рак, это все происходит от медицинского вамира. И вот что я как раз на своем канале служения, благополучия, скорее всего, так это можно перевести, для того, чтобы люди кушали растительную пищу, чтобы это удерживать вас и вашего ребенка от получения рака, чтобы вам не было предложено вот этих видов лечения. И возникает вопрос, вы на самом деле ли, свободная ли нация? И так, полиция ищет ее, то есть ее сын с какой-то части химиотерапии принял, и она увидела, как это влияет на него, и она больше не хотела, чтобы ее сын страдал. И она увидела фильм «Правда о раке», документальный, который показывает, что вас жестоко обманывают и обводят вокруг пальцев врачи, которые говорят, что вам нужно это лечение. И она бегает, в общем, убежала, ее пока не нашли, и ни ее, ни ее четырехлетнего сына. И если ее поймают, конечно, ей понадобится много денег для того, чтобы адвоката нанять, но они ее ищут прямо как охотники. А всего лишь она увидела, что химиотерапия не работает для ее сына. Но когда врачи доходят до такой точки, то их уже не заботит ни больной сам ребенок, ни его родители, никто, им только деньги в глазах, больше ничего. И этот блогер в основном работает на африканскую аудиторию, естественно, пытаясь как-то их остановить также от получения этих лечений, примерно то, что я делаю на русском языке. И я, конечно, знаю, что очень много людей верят докторам и платят огромные деньги за химиотерапию, вместо того, чтобы какую-то небольшую часть истратить на ту еду растительную, которая им поможет выправить свое здоровье даже от рака. Мы знаем, что растительная еда, она излечивает очень-очень многие разные состояния и болезни человека, и большого, и малого. И, пожалуйста, еще раз обратите внимание на то, что делает химиотерапия, хотя здесь не дописано о том, что она повреждает. Также органы, существенные органы, такие как печень, например, и убивая ее, разрушая ее. И потом особенно маленькому человечку, которому, представляете, он пропустил 7-8 встреч с тем врачом, который вливает химию ему в венку маленькую. То есть он получил, вероятно, ну, я предполагаю, хотя бы 1-2 курса или там 3, прежде чем мать его забрала, то есть прежде чем она увидела действительно это разрушительное действие на своем ребенке. То есть это уже какой вред был нанесен ее 4-летнему сыну, можно представить только. Вот об этом я хотела вам сказать, потому что это происходит сейчас в Америке. И, конечно, как сказал, как его зовут, Джордан, это его фамилия. В общем, этот служитель здоровья, так бы сказала, он, что это не первый случай, и 5 лет назад, и 6 лет назад, и 10 лет назад такое случалось тоже. И, как мы видим, если бы мать с самого начала отказалась, ее бы, может быть, так не преследовали, понимаете? То есть она могла бы, как они нам врут, так и она могла бы наврать, также врачу сказать, доктор, я повезу его в Майю клинику, а Майя это в Америке, которая делает большую часть конвенционального, то есть ту же самую химиотерапию, операцию, радиацию, и немножко натурального. Вот, то есть, ну, наврать, да, а на самом деле увезти его куда-то в другое место, как и нужно поступать с ними, так же, как и они с нами, я бы так сказала. И, конечно, я буду молиться за то, чтобы полиция ее не поймала, и чтобы она могла бы выехать в Мексику. С вами была Ольга. Всего вам доброго.